Добрый день, мы на Мосфильме в студии Николая Хаммерики. Добрый день. Здравствуйте. Я вас поздравляю с выходом вашего фильма «Ледокол на широкий экран». Вперед, смотри. Айсберг прямо по курсу. Вы серьезно думаете, что за нами кого-то отправься? Я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я решу. Пару вопросов о том, как делался этот фильм. Сколько он по времени? Все вместе над проектом, по-моему, три с половиной года была работа. Я пришел на проект где-то в середине этой подготовки, потому что очень долго еще до моего прихода продюсеры работали над сценарием, разработкой вообще концепции фильма. С моим приходом тоже там что-то поменялось в этом всем. А сколько вот сами съемки длили? Сам съемочный. Вот мы в марте начали, в Мурманске, в июле, в Севастополе закончили. А съемки были прямо натурально в Арктике? Почти. Мы снимали на палубе атомного ледокола «Ленин», который пришвартован в Бурманске уже так навечно, что и служило поводом нам именно там снимать. Потому что другие ледоколы, которые мы изначально рассматривали, за ними не угнаться было, потому что только договоришься о сроках, приходит какой-то у них срочный заказ куда-то идти, льды ломать, и они уходили. И поэтому в этом было удобство этого ледокола, который уже музей, что он там стоит, никуда не уйдет. И нам разрешили на нем декорировать все. В общем, это был Мурманск, в общем, заполярный круг. И холодно было там. В общем, там художники как могли задекорировали парафином. И много всяких там было химических соединений, как было воссоздать замерзшее судно, чтобы оно не растаяло, а держалось весь съемочный период. Вот поэтому был Мурманск. Потом на майские праздники нас попросили освободить судно, потому что у них были мероприятия в связи с тем, что 1 мая, 9 мая вот это вот все. И мы уехали в Петербург, там снимали другой ледокол. То есть, когда уехали, надо было все раздекорировать, потом вернулись опять все задекорировать, и там еще вторую часть съемок провели. Ездили также, у нас была отдельная декорация в Кировске, это такие горы Хибина называются, тоже в Мурманской области. И там снимали в снегу, и декорация у нас там была, где герой проваливается в ледовую трещину. Там делали. Ну и закончили все в Крыму, где у нас были интерьеры. Так вышло, что для интерьеров подходящее судно нашли в Севастополе. Такое госпитальное судно Енисей, которым тоже позволяли снимать. И это было отдельно тяжело, потому что внутри жарко, а все в ватниках и тулупах, кондиционеров никаких не было, эти вентиляторы не справлялись. Грим тек, и было, в общем, дышать нечем. То есть, это было, наверное, тяжелее, чем в Мурманске на холоде. И еще у нас там была куча декораций в Крыму построена. Трюм, который затапливается, и каюты, которые ставились на подвижную платформу для съемок в шторм. Вертолет, который у нас стоял там на подвижной платформе, который изображал полет с героями. И дальше отдельная была декорация бассейн, который создали искусственный бассейн там в гавани, в котором мы снимали погружение вертолета, который тоже надо было наполовину искусственными льдами, где-то настоящими вокруг вертолета все это воссоздать, эту Антарктиду. Фильм получился красивый, достоверный. Наверное, вопрос, вот вам, как режиссеру, наверное, мало сделать фильм. Наверное, кино должно чему-то еще учить. Вот на ваш взгляд, что должен зритель вынести, посмотрев этот фильм, чему научиться? Ну, вообще, по-моему, это фильм о преодолении. То есть, наверное, оставаться человеком в любых экстремальных условиях, о товариществе. Может быть, это громко звучит о силе духа. То есть, как-то вот... Вот там капитан, как бы, первый капитан и второй, они принципиально разные. Первый капитан, может быть, более такой энергичный, и все время хочет как-то выбраться из-за льдов. И как-то, поначалу, зритель, ему, зритель более симпатичен, первый капитан. Второй капитан более, как бы, спокойный, размеренный, но все время сидит на одном месте. И как-то вот более работая с картами. И поначалу зрителю, как бы, он, наверное, не нравится. Вот особенно вот момент с гитарой. Второй капитан берет и разбивает гитару. Как бы так здесь, как вы считаете, ну, как вы в этот момент... Вот он себя проявляет, как с плохой стороны, что он берет и разбивает? Ну, наверное, он здесь перегнул палку. Но тут смысл в том, что, наверное, эти два капитана, как бы, вместе создают какой-то образ идеального капитана. То есть какие-то черты хорошие есть у молодого капитана, а какой-то вот такой разумный подход и выдержка у другого. И, в принципе, его смысл был в том, чтобы не дать людям впасть в уныние и любым способом. Поэтому, как бы, там даже, по-моему, такое говорится, что пусть они меня не любят, ненавидят, но зато живут. И, в общем, здесь, что и команда в конце фильма это вот оценит. Ну, и даже там как-то вот такой некий бунт возникает на корабле. Но видно отношение команды, в том числе и вашего режиссера, что вы против этого бунта. И как-то бунт очень так спокойно затихает. Тоже, может быть, намек на то, что какой бы ни был плохой капитан, как бы он внешне как-то не вел себя экстравагантно, все равно нужно ему подчиняться. Если не будет одного человека вот в этой трудной, тяжелой, экстремальной ситуации, то это будет крах. Потому что у капитана есть какая-то линия. И вот, мне кажется, этом в том числе и фильм учит, что раз уж Господь дал начальника, то нужно смириться с ним. Пусть он даже где-то вышел там через край, но все равно он, сам ответственность за ситуацию, все-таки на одном человеке лежит. Мне кажется, даже в этом вот фильм он полезен обществу сегодняшнему, потому что многие ропщут на своих начальников. Ты там неправ, всем. А я часто говорю, ты поставь себя на место начальника. Ну поставь себя. А вчера? Вчера был неправ. А сегодня? А сегодня? Ну, сегодня прав? А сегодня прав. Ну так мы же живем сегодня. Я бы пожелал вам удачи. Я знаю, что вы сейчас другой уже проект начинаете. А можно несколько слов там чисто слегка хотя бы приоткрыть, над чем вы будете работать в дальнейшем? Ну вот сейчас готовлюсь к съемкам фильма по роману Сергея Минаева «Селфи» называется. Это совсем другое кино, даже жанр там называется «Психологический триллер». Он такой фильм, можно сказать, московский. Главный герой – писатель, который списался и как-то праздно проводит свою жизнь. И в какой-то момент у него появляется двойник, который заменяет его везде. И это вот такой интересный для меня был момент, когда человек вдруг может увидеть свою жизнь со стороны. Как вот он живет и понять, правильно ли он живет или неправильно. Вот. И такая возможность у героя появляется. И дальше он преодолевает это тоже. А кто будет играть главного героя? Так же, как и его оппонента, будет один человек играть – Константин Хабенский. Когда примерно начало и конец, когда этот фильм примерно? Через год? Ну, 1 ноября начало съемок, вот уже через неделю. И на Новый год мы закончим. Даже так? То есть, будет фильм намного быстрее, чем «Ледокол». Быстрее будет, да, такая больше не на спецэффектах история, хотя они тоже будут, но больше такой камерный психологический детектив, триллер. Вопрос еще, наверное, забыл спросить про женщин. Вот на корабле не было ни одной женщины. Это так было специально задумано? Или как-то вот это… Обычно же бывает там врач или там медик? Бывает, это как-то вот так, видимо, драматургически сложилось, что женщины должны быть на берегу. Вот, ну и в реальной истории тоже, когда там у них была какая-то… Последний вертолет приходил забирать людей, который мог там ограниченное количество людей взять, то там увезли всех женщин. А, забрали… Первым делом забрали женщин? Да, поэтому там остались одни вот… Может, поэтому они и смогли выстоять, что не было вот внутри такого фактора раздражающего? Может быть, да. Кстати, и интересный момент, вот как на берегу супруга Петра Федорова, то есть первого капитана, она реагирует, кстати, очень красиво сыграла, это Ольга Филимонова, правильно? То есть она была на грани развода, причем по каким-то своим, там, таким женским причудам, правильно? То есть она хотела развестись. И во время фильма, как бы, она как-то, наверное, глубже понимает свою супругу, то есть когда супругу тяжело, по-настоящему тяжело, вот, наверное, интересный момент, что супруга-то его не передает, и может, поэтому он и смог выстоять. Это все очень важно. Неизвестно, кому тяжелее. Это, как говорится, как в футболе. Тренеру, который сидит на скамейке и не может участвовать в том, что там происходит, или игрокам. Также здесь женам, которые там были на большой земле во время этого дрейфа, по тем историям, что мне рассказывали, там им было очень тяжело, потому что было радиомолчание, они даже не знали, живы ли их мужья там или сыновья. То есть так было и на самом деле, да? Да, да. И в какой-то момент уже, когда отправили экспедицию, радиомолчание прекратили, и там как-то это тоже было одной из самых тяжелых вещей, даже некоторые говорят, тяжелее, чем холод. Вот это отсутствие возможности поговорить с родными, слышать родной голос, потому что у кого-то из членов команды там умирала мама, у кого-то что-то еще. И вот ничего невозможно было сделать. Ну, мне кажется, это еще одна линия, которую фильм усиливает. Вот эта вот игра потрясающей Ольги Филимоновой, когда вот она неожиданно как-то, каким-то вот чувством поняла, что мужу тяжело, и сейчас не до разводов, и именно вот это надо быть вместе духовно. И вот, наверное, фильм может быть не сильно для женской аудитории, наверное, для мужской все-таки аудитории, но те женщины, которые досмотрят этот фильм до конца, я думаю, таких будет много. И они, мне кажется, правильные должны сделать выводы, что иногда нужно как бы посочувствовать гневному мужу, там, пришел муж недовольный, там, какие-то, что-то там ругается. Можете чуть-чуть глубже посмотреть, задать вопрос, почему это происходит, что такое, где-то разделить его участь. Согласен. Спасибо, Николай, вам за этот фильм, спасибо вашей команде, актерам, режиссерам, ну и удачи, наверное, в прокате, и чтобы зритель правильно этот фильм понял, воспринял, чтобы после этого фильма жизнь в России стала немножко добрее, светлее. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Счастливо. Удачи. Удачи.